Добрый вечер, новости на канале БТБ. Миссия ОБСЕ следует расширить свою деятельность на территории Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с председателем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрулом Апаканом. Глава государства предложил изучить возможность дальнейшего увеличения присутствия миссии до полторы тысячи наблюдателей. Со своей стороны Эртугрулом Апакан сообщил, что в ближайшее время увеличится число наблюдателей и количество бронированных машин, а также планируется постепенное перемещение своих подразделений непосредственно к украино-российской границе. Это самое важное. Мы должны принять все меры для обеспечения безопасности российско-украинской границы. Мы обезопасим границу с помощью беспилотников, а также миссии на специальном автомобиле и с участием наблюдателя ОБСЕ. На каждом из десяти пограничных пунктов вдоль нашей границы. И я думаю, что без этого мы не сможем ожидать, что наша миссия будет быстрой, эффективной и действенной. В данный момент мы находимся в процессе расширения. Число наших наблюдателей в восточных областях увеличивается. Они активно принимают участие в имплементации Минского протокола, а также Минского меморандума. Наши наблюдатели сотрудничают со следователями в объединенном центре координации. Тем временем представители ОБСЕ констатируют, нападения на блокпосты украинских военных продолжаются. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете манинкоринговой миссии. В качестве последнего примера наблюдатели ОБСЕ приводят факт обстрела. В понедельник блокпоста сил АТО в Луганской области между поселками Смелое и Хорошее. В результате которого погибло несколько человек, 12 ранены. Боевики обстреливают позиции сил АТО около пяти населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Однако украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе Донецкого аэропорта и в Мариуполе. Утром также стало известно, что обстановка в районе Бахмутки Луганской области сложная, но контролируемая. По данным пресс-центра АТО, личный состав подразделений, который находится на указанном объекте, организовал охрану и оборону. Бойцы обеспечены средствами огневого поражения и бронетехникой. Кроме этого, осуществляется постоянная коммуникация между солдатами и руководством штаба АТО. Ранее губернатор Луганской области Геннадий Маскаль сообщил, что два блокпоста в районе Бахмутки окружили боевики. По его данным, там оказалось 112 бойцов вооруженных силы Нацгвардии. Несколько десятков раненых и контуженных военных попали в плен, в их числе один командир батальона. Напомню, накануне возле Бахмутки шел ожесточенный бой, во время которого ранили пятерых бойцов антитеррористической операции. Еще один погиб. В Мариуполе сегодня объявлен день траура в связи с трагической гибелью мирных жителей в результате обстрела террористами поселка Сартана. Установлено, что накануне в этом районе активную разведку ввел русский беспилотник. Потом боевики начали обстрелать дело пограничной службы Сартана из установок ГРАД, расположенных в районе захваченного ими населенного пункта Широкино. В результате потерь среди пограничников нет. Об этом сообщил спикер информцентра СНБ Андрей Лысенко. По его словам, огонь корректировался непосредственно с беспилотника. В это время на окраине поселка проходила похоронная процессия. В нее и попал снаряд террористов. По предварительным данным, погибли 7 мирных жителей, 18 получили ранения. 500 миллионов гривен. Такую помощь по 15 международным проектам получит Украина для обустройства государственной границы. Эту информацию озвучил сегодня премьер-министр Арсений Яценюк после ознакомления с обустройством границы возле пропускного пункта Гоптовка. Это Харьковская область. По его словам, основная сумма средств поступила от Европейского Союза. Это 235 миллионов гривен. Но пока что не использовано ни одной копейки. Объявлен публичный тендер. Активные работы начнутся после его завершения. Сейчас обустройство границы проходит за средства, выделенные Государственной пограничной службой Украины. Общий объем использованных денег составляет 7 миллионов гривен. В соответствии с решением правительства, проект необходимо реализовать в течение трех лет. Фактически мы более чем за 20 лет независимости не имели границы с Российской Федерацией. И правительство начало проект «Стена». Кому не нравится «Стена», может называть этот проект «Европейский вал». Это обустройство восточной границы Европейского Союза. Какова цель? Первое. Остановка нелегальной миграции. Второе. Остановка диверсионных групп. Третье. Остановка контрабанды. Четвертое. Остановка перемещения оружия. Пятое. Остановка радиоактивных материалов. И шестое. И главное. Если нет границы, то без визового режима с Европейским Союзом нам никто не даст. Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в конце октября. Об этом сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева по результатам визитов США на ежегодное собрание МВФ и Мирового банка. По ее словам, миссия в Украине изучит текущие ситуации в экономике, чтобы пересмотреть макропоказатели, заложенные в программе МВФ. Ведь экономическое состояние Украины со времени последнего визита делегации в июле изменилось из-за боевых действий на Востоке. При этом мы имеем все шансы получить от МВФ сразу третий и четвертый транш, заявила Валерия Гонтарева. В Вашингтоне на встрече с международными организациями глава НБУ также обсудила возможности создания единой платформы финансовой помощи Украине. Речь идет в частности о действующей программе МВФ, рассчитанной на 17 миллиардов долларов, программе Европейского инвестиционного банка ЕБРР, а также Мирового банка на 4 миллиарда долларов и других донорских взносов. Закон об очищении власти опубликован в газете «Голос Украины». Таким образом, с завтрашнего дня он вступает в силу. Согласно документу, в течение первых десяти дней пройдет так называемая безоговорочная трудовая иллюстрация. Под нее попадут высокопоставленные чиновники режима Януковича, которые были на должностях больше года. А также суди, прокуроры, представители правоохранительных органов, которые принимали неправомерные решения во время революции достоинства. Их сразу же уволят, а также им запретят на 10 лет занимать должности в исполнительной власти. Все остальные госслужащие пройдут имущественную иллюстрацию. Этим вопросом займется специально созданный департамент при фискальной службе. Он проверит декларации чиновников о доходах и расходах на предмет соответствия действительности. Под этот закон подпадают около миллиона чиновников. Контролировать очищение власти будет общественный совет, созданный при Минюсте. Весь госаппарат планируют проиллюстрировать в течение двух-трех лет. Этот закон не касается рядовых чиновников, которые работают в райгосадминистрации, облгосадминистрации. Этот закон по запретам в первую очередь касается представителей, занимающих высшие руководящие должности. Он распространяется не только на бывших чиновников, но и на всех, кто придет на государственную службу. Потому что любой человек, который приходит на госслужбу, должен подать заявление на иллюстрационную проверку и пройти ее. Эта информация будет публичной. С целью защиты украинского информпространства, Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания запретила трансляцию двух зарубежных телеканалов. Российского 365 дней, Беларусь 24. Об этом сообщил глава нацсовета Юрий Артеменко. По его словам, каналы неоднократно транслировали информационные материалы, которые нарушают положение Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Нацсовете по ТВ и радио сообщили, что для реализации своего решения намерены обратиться в суд. Ведь для запрета трансляции каналов на территории Украины необходимое судебное решение. Национальный совет по телевидению и радиовещания не является цензором. И мы ни в коем мере не влазим в редакционную политику тех или иных каналов. Но проходить мимо таких фактов, когда разжигается вражда, здесь мы едины. И поэтому наше решение было единогласным о признании этих иностранных программ такими, которые не отвечают требованиям Европейской конвенции. В Латвии прокомментировали слова Путина о засилии нацизма в Прибалтике и Украине. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Карлис Эхенбаумс посоветовал России посмотреться в зеркало. По его словам, в России пугающими темпами нарастает разнообразный экстремизм, нетерпимость и агрессивный национализм. На это неоднократно указывали авторитетные международные организации. Пресс-секретарь подчеркнул, что утверждение об обыденности проявления нацизма в странах Балтии не имеет никакой связи с реальностью. Глава президентского совета по правам человека в России Михаил Федотов обратился к Владимиру Путину с предложением отказаться от информационной войны против Украины. Об этом Федотов сказал во время заседания совета, в котором участвовал президент России. Далее цитата по официальной стенограмме с сайта Кремля. Только перейдя от информационной войны к информационному взаимопониманию, мы сможем постепенно восстановить братские, дружеские отношения между народами России и Украины. Взаимная вражда это катастрофа для обеих стран, это нелепость. Давайте чаще показывать по телевидению фильмы по произведениям Гоголя и создавать передачи о творчестве Тараса Шевченко. Приглашать украинских артистов, писателей, художников, ученых. Нас всех столько связывают с Украиной, с ее прекрасным народом. Это надо культивировать и защищать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok